В Токио арестовали таксиста по подозрению в намеренном убийстве голубя. Мужчина наехал на стаю птиц, это заметил прохожий и позвонил в полицию. Таксиста заковали в наручники за нарушение закона об охране дикой природы, ведь голуби не являются охотничьими животными и убивать их запрещено. Такой срок дадут мужчине, не сообщается. С вами Нехта, все самое важное и интересное на этот час. Жуткая стрельба в школе брянского восьмиклассница пришла туда с дрововиком, два человека погибли. США предоставят Украине новый пакет военной помощи на 175 миллионов долларов, он может стать последним. История будет сурово судить тех, кто отвернулся от идеи свободы. Мы не можем позволить Путину победить. В России назначили дату выборов президента. Голосовать за Путина будут 17 марта будущего года. За победу, за будущее в сильной и суверенной стране. Приветствую вас, дорогие подписчики. Не проходите мимо. Если вы нас смотрите сейчас, поставьте лайк этому видео. Ваша активность говорит YouTube о том, что мы вам интересны. И это очень поможет продвижению наших видео. Итак, вперед к новостям. Стрельба в школе Брянска. Погибли два человека, еще пять ранены. Стрельбу устроила восьмиклассница. Она пришла в школу с дробовиком, а потом выстрелила в себя. Как сообщают в полиции, основная версия произошедшего конфликт с одноклассниками. Девочка пришла на урок, вошла в класс и практически сразу же начала стрелять. Охотничье ружье принадлежало ее отцу. Его допрашивает полиция. Врачи оценивают состояние одного человека как тяжелое, а еще четверо в состоянии средней тяжести. Там, конечно, должны правоохранительные органы разбираться, что они уже и делают. А с этой трагедией сначала нужно определить, почему не сработали те меры, которые уже были приняты. Давайте не забывать, что было принято немало мер, они все были проработаны специалистами. Поэтому прежде чем давать какие-то заключения, нужно, наверное, первое оценить. Специалисты должны оценить причины произошедшего, а главная причина того, почему уже ранее принятые меры не сработали в этом случае. Очередной самолет не выдержал нагрузки и сгорел на работе. В Бурятии при взлете у грузового самолета Ту-204 загорелся двигатель. Борт должен был лететь в Китай. На борту находилось пять членов экипажа. Инциденты с самолетами происходят в РФ все чаще. Из-за санкций запчастей катастрофически не хватает. Накануне же разгорелся скандал вокруг компании «Уральские авиалинии». Пилотов, которые посадили самолет в пшеничное поле из-за технической неисправности, попросили уволиться по собственному желанию. Родственники написали письмо Путину. «Многие пишут, что написать президенту то же самое, что Деду Морозу. А я верю, что Владимир Владимирович справедливый и может поставить точку в этой непростой ситуации. Если понадобится, я буду обращаться в прокуратуру и к пассажирам, летевшим этим рейсом. Все их контакты у меня есть. Они говорили, что в случае чего поддержат пилотов». США предоставят Украине новый пакет военной помощи на 175 миллионов долларов. В него войдут боеприпасы для систем ПВО и РСЗО «Хаймерс». Также в новом пакете предусмотрены артиллерийские снаряды калибром 155 мм, противорадиолокационные ракеты «Арм», ракеты для противотанковых комплексов, патроны для стрелкового оружия и мины. Если Конгресс не одобрит запроса президента Байдена о дополнительном финансировании для Украины, то этот пакет будет одним из последних в помощи от США. Байден в обращении к Конгрессу заявил, Путин атакует страны НАТО, если их победит в Украине. «Не ошибитесь. Сегодняшнее голосование запомнится надолго. История будет сурово судить тех, кто отвернулся от идеи свободы. Мы не можем позволить Путину победить. И снова мы не можем позволить Путину победить. Это отвечает нашим национальным интересам и международным интересам всех наших друзей. Любой сбой в нашей способности снабжать Украину явно укрепляет позиции Путина. У нас закончились деньги, чтобы сделать это в рамках санкций. Крайние республиканцы играют в салочки с нашей национальной безопасностью, держа финансирование Украины в заложниках». Власти США уже израсходовали около 96% средств, предназначенных для помощи Украине. Республиканцы в Сенате заблокировали попытку принять законопроект о помощи Украине и Израилю. Они настаивают на том, что любая помощь должна быть связана с масштабными реформами в сфере иммиграции. Президент Украины Зеленский также обратился за поддержкой к лидерам стран G7, подчеркнул, что свободному миру жизненно необходимо сохранять консолидацию, взаимодействие и поддержку. «Свободному миру жизненно необходимо сохранять свою консолидацию, поддерживать взаимодействие, поддерживать тех, чья свобода подвергается нападкам. Я верю, что вместе мы сможем сделать следующий год продуктивным для нас, для свободных стран, а не для Путина. Украина сильна, и я прошу вас быть настолько сильными, насколько вы можете быть, и насколько может быть свобода». Совет Федерации назначил выборы Путина на 17 марта 2024 года. Решение было принято, конечно же, единогласно. На этот раз Путина выберут еще на 6 лет. Впервые единогласно выбирать диктатора, а не демократического президента среди конкурентов будут жители аннексированных Россией Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины. Первое заседание ЦИК РФ, посвященное началу президентской кампании, должно пройти 8 декабря. Российская Федерация сегодня один из главных архитекторов справедливого глобального будущего. И понимание у наших людей этому есть. Наш народ уверенно сделает единственно правильный выбор, отдав голос за Россию, за победу, за будущее в сильной и суверенной стране. Путин пока еще скромно не объявлял о решении участвовать в очередных своих выборах. Это будут первые президентские выборы после обнуления сроков Путина и после начала российского вторжения в Украину. Мы недооцениваем обычно, что предвыборные кампании означают для таких диктаторов, таких правителей, как Путин. Потому что мы предполагаем, что конкуренции на выборах не будет и Путину ничего не угрожает. Обычно так и происходит. Но для самого Путина, мне кажется, здесь есть некоторый азарт и политический адреналин, потому что он в некотором предвкушении очередной дозы народной любви. Такие диктатуры, как российская, живут за счет вот таких актов переподтверждения полномочий правителей, когда люди символически присягают правителю на верность, вне зависимости от того, что эти правители делают. Служат этим целям как раз выборы, то, что от них осталось, то, что существует в таких политических режимах. И вот, мне кажется, Путин своим таким политическим нюхом чувствует, что такие выборы приближаются. В том смысле, что очень скоро ему предоставят новые подтверждения, что народ очень благодарен ему за то, что он сделал, за то, что он продолжает делать. И вот народ его любит, и он скоро очень будет купаться в лучах вот этой народной любви. Министерство юстиции США впервые предъявило обвинение в военном преступлении российской армии. Четырех военнослужащих подозревают в применении пыток в отношении гражданина США. В 2022 году в селе Мылово и Херсонской области оккупанты похитили проживающего там несколько лет американца. Его пытали 10 дней и угрожали убийством. Эти обвинения против четырех связанных с Россией военнослужащих. Первые уголовные обвинения Министерства юстиции по американскому закону о военных преступлениях. Они также являются важным шагом к привлечению к ответственности за незаконную войну российского режима в Украине. Эта история должна ясно показать, что у Министерства юстиции и американского народа долгая память. Мы не забудем злодеяния в Украине и никогда не прекратим работу по привлечению виновных к ответственности. Мир на пороге еще одной войны. Президент Венесуэлы Николас Мадуро собирается качать нефть в регионе Эсекиба, который является частью Гаяны. В среду он объявил западную часть этой страны 24 штатом Венесуэлы. 4 декабря на референдуме 95% граждан Венесуэлы проголосовали за включение Эсекиба в состав страны. Президент Гаяны Ирфан Али назвал референдум поводом для аннексии. Регион – это большая часть этой страны. На спорной территории есть богатые месторождения нефти и газа. Мы ожидаем возвращения территории, которая столько времени была заброшенной, как будто у нее не было хозяина. Но теперь Венесуэла пришла, чтобы сказать «Эсекиба наш». Что мы ожидаем от этого голосования, так это возвращение Эсекиба в родную гавань. С самого детства мы всегда говорили, что Эсекиба – это территория, принадлежащая Венесуэле. И мы ждали решения международных инстанций. Поскольку они приняли решение, не спросив нас, и отодвинули Венесуэлу на второй план. Эсекиба На этом ставлю точку. Благодарю, что были с нами. Если вы хотите получать информацию более оперативно, приглашаю присоединиться к нашей многомиллионной аудитории в Телеграме или Иксе. Поблагодарить нас за работу можете с помощью кнопки «Спасибо» под этим видео, ну или по ссылке в описании. До новых встреч, хороших вам новостей, слава Украине, живи Беларусь! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова